Всем привет! Начинаю для вас новый блог. На начале этого видео, надеюсь, у меня получится вставить маленький кусочек, насколько красивая сейчас весна, насколько тепло. Сейчас вам покажу распаковку с Панамы ЮА. Итак, сделали небольшой заказ. Были очень выгодные цены. Что у нас здесь? Вот бренд сказка. За 300 гривен взяли английские вот такие вот обалкенные сандалики. Здесь они выглядят даже красивее, нежели на сайте. Сейчас на лето бегать во дворе будет супер. Дальше у нас две упаковки памперсов, то есть трусики Хаггитс. Кто любит покупать, пятерочку мы берем 68 штучек за 468 гривен. С интересного взяла я вот такую вот гусеницу. Она ползает, поет. Правда, я не знала, что она разборной. Так, по-моему, складывается. Да, и накручивается. Она будет ездить что-то около 20 гривен. С такого интересного водная раскраска забрала последнюю. По 18 гривен. Очень удобно. Ребенок водичкой и кисточкой раскрашивает. И нет столько грязи, как от красок. Также всегда беру вот эти вот мыльные пузыри. Всего 6 гривен. Вот эта марка. Если где-то увидите, а мыльные пузыри очень качественные. Уже приехали в гости к бабушке с дедушками. Нужно им помочь немножко тут по огороду. Мы с Лиской гуляем в саду. Сейчас вам покажу, как здесь красиво. Здесь уже практически нет виноградника. Вырубили. Не нужно столько вина. Здесь огородик. И здесь сад. Сад просто обалденный. Яблоки. И вот это огромное черешня. Будем кушать сливы. Вот так красиво. Мы вышли погулять к лесу. Тут у нас никто не ходит. Лизка в восторге. Бегает с папой. Вот тут у нас озеро, лес. Не гуляли где-то месяц. Решили хотя бы чуть-чуть пройтись. Видите, мы абсолютно на дороге сами. Погода просто шикарная. Видите, кругом меня весна-весна. Птички поют. Прямо одно удовольствие гулять. Для вас кусочки весеннего леса. Такая красота. Очень свежий воздух. Здесь растут как раз дубе. Говорят, они как природный антисептик. Очень полезно дышать. Очень все зеленое и красивое. С леса спустили телескозер. Здесь куча рыбалок. Но соблюдают дистанции. Так красиво. Сегодня уже утро субботы. Вчера очень круто погуляли в лесу. Был прям глоток свежего воздуха. Вышли куда-то. У нас лес 5 минут хода от нас. И там нет вообще людей. На озере есть куча рыбалок. Но все соблюдают дистанции. Много сделали семейных фоток для семейного архива. Сейчас собираемся. Едем в эпицентр. Решили делать ремонт в двух комнатах второго этажа. Покажу вам, что купим. Так, мы вернулись. Были быстренько показывать вам наши покупки. Были в магазине Walmart. Там взяли вот такое вот тесто. Килограмм недорого. Очень удобно делать разные поделки. Взяли килограмм мороженого. Вот эта руть очень вкусная. Я 100% пломбир. Любим снесквик. Лиске взяла лесные вот такие овощи. Здесь цветная капуста. Брокколи. Очень по хорошей цене. За 60 гривен, по-моему, килограмм идет. Мы взяли килограмм 100. Очень выгодно. Самая выгодная цена в Walmart на вот такое вот большое молоко. 44 гривны. Взяли молодую капусту. Я взяла вот такие вот салфетки. Очень удобно. По 10 гривен вот таких набрала. Две штучки взяла. Тряпочек. Они такие небольшие. Но очень удобно ей что-то протереть. Хлебцы. В Walmart очень хорошие цены. По 11 гривен были семечки. Секунду. Еще одно молоко. Молоко 2 литра. Но у нас расходуется очень быстро. Лиска обожает вот такую пюрешку. Именно окушку. Взяла ей с персиком. С грушей. Еще одно с персиком. Далее по акциям. Взяла разные штучки для декора на Пасху. Отставим на следующий год. Взяла в пакетиках черный чай. Еще взяла на Пасху глазурь. Хорошая до 2022 года. Поэтому пусть будет. Желаю это. Сейчас будем делать какую-то выпечку. Взяла кетчуп. Сейчас будем делать хот-доги. На хот-доги взяла вот такие свежайшие булочки. Рогалики с кунжутом. Очень люблю. Внутрь сосиска сейчас пойдет. У нас дома есть. Как раз уже опаривается. Далее взяла попробовать вот такую вот приправку к мясу. Вот приправка. Вот эта, которая имена с Браво. Обожаю мастер-шеф. Думаю, будет вкусно. Также Лиске взяла еще вот такую огушку. Она любит именно на прогулку. Удобно в такой упаковке. Мужу взяла пиво. Он такое любит. Я люблю на хлебце вот такой вот сырок. Из зелени и чесноком. Очень вкусный. Тоже у Валмар Тильтон. По 13 гривен. По акции мужу пила вот такие вот орешки с сыром. Еще у меня здесь булочка. Показывала вам. Очень хорошие дрожжи брала доктор Откер. И шоколад. Дальше. Взяли такой карамельный тортик. Сейчас тоже на десерт. Еще пачку семечек. По 11 гривен. Это просто очень выгодная цена. За 39 гривен. Вот такую вот открывающуюся форму для Пасхи. Вот так. Что у нас здесь? Компеток. Несколько штучек. Это такие карамельки. Басхи. И вот такие вот 4 сырочка. Веселая коробка. Но сливочные. С них 4 сырочка нужны на сырный суп. Он получается очень вкусный. Очень классный. Это было в Walmart. Сейчас вам покажу. Еще заходили в Сильпо. Взяли батон. Это все берем. Будет следующий влог. Завтра идем в горы. И для похода в горы взяли на бутерброды такие колбаски. Мой муж обожает вот это печенье-богулайчик. Сейчас, ну, как топленое молоко. Оно по 30 гривен килограмм Сильпо. Ну, взял целых 3 пакетика. Еще один нам на завтра батон. Поход. Очень вкусный вот такой вот сыр в такой колбаске. Удобно брать с собой. Но нужно открыть и сразу скушать. И еще 4 таких вот батончики фитнес. Быстренько вам покажу. В эпицентре. Его открыли были очереди. Купили вот такую вот защиту для пола. Это такая пленочка, чтобы был чистый. Вот такой вот скотч. Тоже кругом обклеить. Палик, чтобы красить стены. Ну, саму краску и грунтовку она отдельно показывать не буду. Взяла себе для поделок вот такую вот краску декоративную. Потом покажу, что хочу перекрасить. Была выгодная цена на порошок капсулы Ариэль. Мусорные пакетики. Они такие простые. И с вязками. Очень удобно. Кухонные губки. Это все эпицентр. И самое главное. В одну комнату у нас красные там отделки. Тут взяли красный краситель. А вторая комната взяли красно-оранжевый. Тоже красный. Будем делать сами цвет. Но это уже, повторюсь, в следующем блоге будет ремонтный блок. Только что вернулись. Быстренько переодеваюсь. Будем делать в следующем блоге ремонт. Буду вам показывать вот как раз вот в этой комнате. Что, как, почему, уже расскажу потом. Сейчас покажу еще с модной касты. На лето заказала себе очень бюджетные балетки и сандальки. А сандалии с Панамы, которые заказала Лизе, буду возвращать. Нам не подошел размер. Но вроде бы с возвращением сандалек все хорошо. В следующем блоге расскажу, получилось ли вернуть и заказать новые. И давайте приступим. Покажу, что на лето я себе бегать заказала. Итак, первая я заказала себе вот такие вот балетки. Они не кожаные, но и цена. Стоили всего 200 гривен. Здесь другая цена, но на сайте Модная Каста реально стоили всего 200 гривен. Вот такая вот фирма. Уже сейчас другая цена. Ну, такие обычные балетки. Эко-кожа. Удобные. И мне размер подошел идеально. И вторую пару, которую я себе заказала, они уже подороже. Более 500 гривен. Вот такая вот фирма. Эти уже пришли в коробочки. Это вот такие сандальки. Тоже идеально подошли. За 500 гривен. Очень качественно сделано. Девочки, присмотритесь на Модной Касте. Вы видели в каком-то с блогов, какие классные вещи заказала Лизке. И себе вот такие обалденные сандали за 500 гривен. Ну, очень качественно. За свою цену сделанные. И размеры обоих подошли. Плюс коробочка. В нас в магазинах такая обувь намного-намного дороже. Поэтому и одежка там есть классная. Есть и щендем, зара, манго. По очень классным ценам. Вот такая обувь. У меня на лето бюджетненькая бегать. Хочу вам показать. У меня есть пробники вот этой помады Матовый Идеал. Когда-то у меня были целых три помадки этих серий. Этой серии у меня есть лиловый и персиковый. Снизу персиковый, сверху лиловый. Просто в каталоге эти оттенки этой помады не настолько красивые. Иду к солнышку, потому что вживу этот персиковый и лиловый настолько красивые, что мне прям очень захотелось. Помада этой серии очень комфортная. Матовая. В меру сушат губы, но и не супер стойкие. Но в принципе за свои деньги просто супер. Сегодня был мега насыщенный день. Еще вот покрасила волосы в обычный свой рыжий цвет. Краской BB Cost. До этого не красила два месяца. Но вы уже видели, было очень-очень некрасиво. Сейчас иду досматривать, смотрю Дораму. Вангхохские холостяки. Очень классная. Действительно интересная. Такая милая, добрая. Кто любит корейские Дорамы, очень советую. Сейчас иду уже ее досматривать. Завтра ранним утром собираемся. Если все получится, позволит погода, поедем на Гуверлу. Мы любим ходить в горы, но на этой самой известной горе Украины мы еще не были. Поэтому завтра будет отдельное видео о походе в горах. И потом уже буду вам снимать ремонтный влог. А на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться. Впереди много интересного. Если влог понравился, как всегда, от вас пальчик вверх. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok